Всем привет! В этом видео я покажу, как сделать такое красивое появление меча, как Genshin Impact. И вот что у меня вышло. Как вы видите, очень даже похоже. Кстати, все файлы вы можете скачать бесплатно на моей странице Patreon, ссылка будет в описании. Создавать подобный шейдер меча я буду в Shader Graph, и для начала нужно создать обычный PBR шейдер. Итак, я создал обычный PBR шейдер, теперь можно выбрать материал. Сначала Ambient Inclusion, и Albedo, Metallic, Smoothness можно сразу выставить на 1, так как это прописано все в текстуре. Карта нормалей, и эмиссия. Вот текстуру, так вот, текстуру Emission можно сразу выставить на какое-то высокое значение. Теперь нужно сделать появление меча сверху вниз. Для этого сначала нужно перейти в настройки шейдера и поставить Surface Transparent, чтобы была возможность изменять прозрачность. После этого нужно добавить нод позиции, чтобы изменять вот эту прозрачность в зависимости от позиции объекта. Тут нужно выставить Space Object. После этого нужно добавить нод split, чтобы сделать появление меча просто по одной оси. В моем случае это ось B, все зависит от вашей модели. После этого нужно добавить нод add и добавить какое-то float значение, то есть вектор значения для изменения позиции. Я всегда выставляю референс, какое-то нормальное название. Тут можно выбрать слайдер. Вот в моем случае это будет от минус 1 до 5. Все зависит от размера вашей модели, от положения относительного пивота. Так что это все под свой меч вы можете подобрать индивидуально. И пусть начальное значение будет минус 1. Вот так. Потом это все нужно пропустить через нод premup. Изначальное значение 0,1. А конечное значение будет пусть сначала минус 1,1. И пропустить это нужно через нод кламп. И добавить это все в альфа. И вот такое появление меча вешно. А, вот нужно выбрать вот эту позицию. Вот так. И чтобы появление было более резкое, можно... Вот для этого я создал как раз таки нод remup. И тут можно вместое значения, к примеру, минус 40, 40. И чтобы появление было именно сверху вниз, перед сплит я добавлю нод 1-. И вот теперь появление идет сверху вниз. Ну и куда же без наведения порядка в шейдере. И мне кажется, что на сцене нужно отключить тон-маппинг. Теперь нужно сделать так, чтобы появление меча сопровождалось каким-то свечением. И для этого нужно добавить нод максимум. Добавить это все в эмиссию. И подключить сюда какой-то другой нод. К примеру, add. Вот так. И в этот нод добавить remup значение b с позиции... Нет, вот в desold позиции. И тут это значение равняется от минус 1 до 5. И его нужно изменить, вот в моем случае, от 2, наверное, до 4. И добавить это все в add. И сюда добавить нод b. И вот что вышло. Вот такое свечение сопровождает появление меча. Вообще тут можно было бы экспериментировать со значением вот этим 2, минус 4. Но оставлю как есть. Также этому свечению можно изменить цвет. Для этого нужно добавить вот этот нод color. Я уже его добавил. И перемножить с нодом add. Вот так. И этот color может быть HDR. Вот так. Теперь свечение имеет синий оттенок. Также сюда можно добавить какой-то паттерн для появления. Для этого нужно создать новую текстуру. Переимную ее сразу на noise. Мод текстуры сразу нужно выставить black. Это нужно для того, если у нас текстура не выбрана, чтобы меч не осветился белым цветом. Также нужно скопировать вот эту текстуру и добавить ее в нод sample-texture 2D. Так. И добавить ее с помощью нода тоже максимум. То есть вот так. И вот эту текстуру нужно перемножить со значением desold position. То есть оно равняется от минус 1 до 5. И то значение будет от 1 до 0. То есть чтобы при конце появления текстура вот этого шума, она становилась прозрачной. И добавить в ноду максимум. А ноду максимум добавить в эмиссию. Так. Выберу текстуру шума. И вот что вышло. Еще эту текстуру шума можно перемножить с светом. Вот так. И возможно добавить ей еще больше свечения. Перемножить со значением, к примеру, 3. Чтобы она была более яркая. Вот, нормально. Но этой текстуре можно еще добавить движение. Для этого нужно в UV добавить нод taling and offset. Создать нод вектор 2. Перемножить это все со временем. Текстуру. И добавить в offset. И вектор 2 можно вынести в свойство. и в зависимости от этого значения текстура должна двигаться но она будет двигаться только когда мы нажмем кнопочку play и эти значения нужно выставить так чтобы текстура двигалась чисто вниз 0, 1 нет минус 0, 1 теперь нормально и вот так появляется меч ну тут можно выбрать другую текстуру в принципе любую другую в принципе эффект готов спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал пока и и и и и и и